Там я не чувствовал ни болезни, ничего, всё работал. Ни температуры, ни других симптомов. Только через 20 дней Николай Киринцев увидел покраснение в области укуса. Начались частые головные боли. Пришлось вызвать скорую, и медики сразу отправили мужчину в инфекционную больницу. Там диагноз поставили почти сразу – боррелиоз. На реке Сухонина, в районе посёлка Юбилейный, в Туровце, там работали мы. Как на плавучей гостинице у нас углубляют русла, реки. Днём выходишь, сидеть на судне, всё время не сидишь, там бывает. Выйдешь на полчасика, всё, укусил, я его вытащил сам. Сейчас в инфекционной больнице лежит 15 человек, 5 из которых с тяжёлой формой энцефалита. А вообще, с начала сезона от укусов лесных кровососов пострадало более 8 тысяч волокжан. Из них 2 тысячи дети. У нас не было случаев, что на территории города Вологды произошёл укус клеща где-то в сквере, в парке. В основном укусы – это выезжают за пределы города, чаще на садовые участки. И когда идут со своей дачи, там по тропкам или на берег и репр выходят, там идёт присасывание клеща. Только в травмпункт Вологды за последние три месяца обратилось более тысячи человек, почти половина из которых после неудачной попытки самостоятельного удаления клеща. Клещ, ещё раз повторяю, он не вырывается, он выкручивается. Без разницы, что по часовой стенке, что против часовой. Элементально можно взять две спички, правильно зажать тело и крутить. Он сам заворачивает лапы, а сам отпадает. Если человек хочет проверить клеща, то его нужно помещать во влажную среду. Из всех пострадавших только каждый восьмой приносит клещей на лабораторное исследование, говорит статистика. Хотя только с помощью анализа можно определить, заражён ли был лесной кровосос. По данным Роспотребнадзора, в этот сезон было исследовано около тысячи клещей. Из них полпроцента были заражены вирусом энцефалита и почти 30% – боррелиозом. У нас есть исследование по так называемому мониторингу, то, что нам приносят из природных очагов, и мы отслеживаем заражённость. И плюс ещё мы проводим исследование для частных лиц. Ну, анализ, в принципе, если материал поступает утром, то к концу рабочего дня мы результат выдаём уже. Также каждые 10 дней специалисты Роспотребнадзора проводят мониторинг численности клещей. Как они отмечают, из-за погодных условий в этом месяце количество кровососущих резко сократилось. Если в мае за один час работы можно было насобирать до 300 особей, то сейчас эта цифра не превышает сотни. Самца и с красным брюшком – это у нас самочка. Несмотря на спад активности клещей, врачи рекомендуют соблюдать все меры предосторожности. На необработанных территориях носить закрытую одежду и при укусе сразу же обращаться в медицинские учреждения. Ну а Николай Киренцев после двух недель в инфекционной больнице уже готовится отправиться домой. Ещё два месяца ему предстоит лечиться в амбулаторных условиях. Екатерина Щукина, Наталья Щепкова, Василий Попурин. Новости Вологды.